Привет, друзья! Омск. Походу мы находимся на улице Серова. Вы можете спросить меня, почему именно на этой улице именно сегодня. Ну, можно было не сегодня, можно было прийти сюда вчера и, скажем, завтра. Дело в том, что в этом году на улице Серова впервые за долгие годы положили асфальт на тротуар. Что же могло случиться такого, что именно в этом году городские власти озаботились тротуарами в городе? Время от времени меняется покрытие на проезжей части. Это связано с тем, что иначе по ней просто невозможно будет ездить. Это будет просто опасно. Но по тротуару люди ходят, амичи ходят степенно, не торопясь. И поэтому им не составляет труда обходить трещины, ямы и выбоины в асфальте. Но дело в том, что они видят эти ямы и трещины в асфальте. Следовательно, это вызывает у них негативные эмоции. А дело в том, что именно в этом году в Омске проходят выборы в городской совет. Казалось бы, ну что могут делать члены городского совета? Полномочий у них не так их много. Но есть одно очень важное, на которое стоит обратить внимание и о котором не стоит никогда забывать. Это распределение городского бюджета. Именно этим занимаются депутаты городского совета. Большинство из которых являются членами, как вы думаете, какой партии? Да, именно Единой России. А благодаря одному моему знакомому видеоблогеру, все знают, что члены этой партии жулики и воры. Омские депутаты-единороссы не являются исключением. Асфальт мы положили, но упавшее дерево зачем убирать? Пусть валяется. Асфальт, по нему, по его покрытию видно, что положен он недавно. Ложен он именно в пиар-целях. Потому что, ну, я не верю, что это случайное совпадение, когда выборы в городской совет 2017 года совпали совершенно случайным образом с тем, что именно в этот год, в этот год, власть решила осчастливить горожан новым асфальтом на тротуарах. И вы заметили разницу? Рас кладем асфальт на тротуар, на проезжую часть класть его не обязательно. Вот был тротуар, вот проезжая часть, и вот снова начинается тротуар. Асфальт кладется чисто по-омски, в общих традициях омского строительства, то есть халтурно. Я помню, как в советские годы, прежде чем положить новый асфальт, полностью снималось дорожное покрытие с помощью отбойных молотков. Никогда не забуду их звука. Асфальт, причем толщиной так нормально, сантиметров 10-15. Ну а здесь, так как ни тротуары, ни проезжая часть, а вообще какая-то придомовая территория, можно вообще не обращать внимания на состояние дорожного покрытия и не ремонтировать его никогда. Так, видимо, считает управляющая компания и департамент жилищного строительства города Омска. Не знаю, как в других городах для Омска вот это типичное кронирование деревьев. О халтурности проведенных работ также говорит отсутствие бордюрного камня. Ведь если асфальтовое полотно не ограничить бордюрным камнем, то края его будут крошиться, приходить в негодность гораздо быстрее, чем основное полотно. Дело в том, что у городских властей очень часто не хватает средств. Мы их понимаем. Средства нужны для строительства дач, коттеджей, опять же, детей и внуков хорошо как-то содержать. Но очень бы хотелось, чтобы все это они, благие эти все дела, они совершали за свой счет, а не за счет нас, горожан. Потому что, ну, мягко говоря, это как-то неприятно и непонятно. Мы-то как-то обходимся для своих личных целей своими собственными заработками, своими собственными доходами. Почему чиновники расценивают свою возможность распределять бюджетные ресурсы, как свое право расходовать их на свои нужды? Но далеко не на все тротуары хватило средств. Мы буквально свернули с улицы Серова в проулок и видим асфальт, который не менялся лет 30. Ну, хоть где-то тротуар выглядит красивым и опрятным. Но это благодаря, скорее всего, частным вложениям. Об этом тротуаре на улице Всеволода Иванова, соседней с улицы Серова, мы как-нибудь поговорим отдельно. Потому что, на мой взгляд, это вообще не тротуар, а издевательство. Все, конец. Субтитры сделал DimaTorzok